Как вы поддерживаете здоровый образ жизни? Правильно питаетесь? Лечитесь народными средствами или разрекламированными лекарствами? А вы уверены в эффективности своих методов? В Вик информации мы, прежде чем обратиться за консультацией к специалисту, первонаперво стремимся узнать как можно больше о своем недуге из интернета. Однако советы, которые предлагает нам глобальные сети далеко не всегда являются эффективными, а иногда и вовсе опасными. Интернет действительно на сегодня предлагает невероятный объем информации. И есть очень многие наши молодые люди, я знаю, есть молодые мамы, которые предпочитают лечить своих детей, потому что им подскажет в форуме мама другого ребенка. И это совсем не всегда правильно. И я думаю, в качестве альтернативы этому мы предлагаем резюме на простом языке, которые доступны для всех и специально предпринимаются. Очень серьезные усилия и, поверьте мне, это очень сложно, очень специфическую, трудную методологически, трудную профессионально тему изложить на простом языке. Решение для тех, кто хочет знать о своем организме все и понимать, как с ним обращаться, уже давно изобретено. Ученые всего мира объединились в рамках сообщества Кокрейн ради того, чтобы в вопросах здоровья мы полагались исключительно на проверенную информацию и доказанные факты. Проверяя эффективность различных медицинских методов и лекарственных препаратов, сообщество Кокрейна объединяет все имеющиеся научные исследования, чтобы суммировать факты. Чем же на самом деле занимается Кокрейн? Собирает воедино все доказательства в области исследования лекарственных препаратов и систематизирует их в обзоры. Для этого нам важно быть независимыми от коммерческого сектора. Вклад, который делает Кокрейн в медицину, представляет собой синтез всех научных изысканий, а главное, Кокрейн предоставляет возможность использовать эту информацию в практике, чтобы принимать информированные решения. Коммерческая независимость – это один из главных показателей объективности Кокрейновского сообщества. Организация не сотрудничает с фармацевтическими компаниями и привлекает к работе только независимых экспертов. Это позволяет бороться с недобросовестными производителями лекарственных препаратов. В 2014 году исследователи Кокрейна доказали неэффективность препарата Томифлю, который массово закупали в США и Великобритании в период эпидемии гриппа. Это лишь один из примеров работы Кокрейна. Подобные исследования публикуются на сайте какрейн.орг и доступны для всех. Итак, сотрудничество с организацией Кокрейн очень и очень важно, потому что для принятия решения о том или ином лекарстве нам нужно ознакомиться с существующими доказательствами, выявить сущность и выбрать именно то лекарство, которое реально поможет. Сегодня в Кокрейновское сообщество входят 37 тысяч авторов из 130 стран мира. Свои представительства международные организации имеют в 43 государствах, в том числе и в России. В этом году на базе Казанского федерального университета открылся первый в России центр Кокрейновского сообщества. Это непростое решение, поскольку требует от нас достаточно больших усилий и в то же время, я надеюсь, будет хорошая отдача не только для тех, кто работает в Казанском федеральном университете, для всех людей, которые заботятся о своем здоровье, заботятся о здоровье близких. Казанский университет был выбран площадкой не случайно, поскольку направление, связанное с фундаментальной медициной и фармацевтикой, сегодня является одним из приоритетных наших направлений и должен сказать, что это пока единственная точка, где Кокрейн приземлился нашей стране. Мене чем за год казанские ученые не только перевели на русский язык массу Кокрейновских обзоров, но и уже опубликовали собственные. Ознакомиться с ними как на английском, так и на русском языке можно на сайте russia.kakrain.org. Обыватели найдут здесь полезные статьи о здоровом образе жизни на доступном языке. Медики и ученые же могут ознакомиться с развернутыми обзорами о различных методах лечения и увидеть честные данные об эффективности лекарственных средств. Мы уже сейчас видим изменения, которые последовали после координации с Россией. Более пяти тысяч Кокрейновских обзоров были переведены на русский язык. Казань – привилегированный российский город, где доказательная медицина развивается особо успешно. И это здорово. Быть здесь и видеть, что наука развивается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Казани. Для нас большая честь работать с Казани. Зимой 2015 года в Казанском федеральном университете состоялась первая конференция Кокрейна, в которой приняли участие исследователи из Америки, Великобритании, Швейцарии и других стран. Здесь подвели первые итоги сотрудничества. Долгое время Россия считалась колыбелью науки с богатой историей и развитыми технологиями. И по понятным причинам мы продолжаем развитие ее достижений, которые работают на благо медицины, здоровья, науки и всех смежных отраслей. Отличительной чертой Кокрейновского центра в России является то, что здесь будут готовить медиков, способных понимать рандомизированные обзоры Кокрейна и работать с ними на практике. Это позволит воспитать новое поколение врачей, активно пользующихся плодами доказательной медицины. Но для сообщества Кокрейна не менее важно, чтобы результаты исследований ученых были понятны в том числе и не специалистам. Для того, чтобы перевести научные тексты на общедоступный язык, к сотрудничеству привлекают не только медиков, но и лингвистов, журналистов, филологов. Если и вы готовы сделать вклад в развитие доказательной медицины в России, свяжитесь с руководством центра Кокрейна России в Казани.